Привет, друзья! А сейчас в Украине главная тема, это, конечно же, рынок земли, который будет легализирован окончательно 1 июля 2021 года. Ну и, конечно же, закон о олигархах. Я скажу так, что если этот закон реальный, и если это не имитация, а мы посмотрим, какие редакции будут приниматься в парламенте, и примут ли их вообще олигархи, в чем я очень и очень сомневаюсь, потому как ни одному олигарху, его олигархических партий, его проектам совершенно невыгодно иметь на себе клеймо олигарха. Это питание, что до статусов олигархов, яке будет вынесено на всеукраинский референдум. Второй вариант, если в парламенте не будет принять закон олигархов, это провести всеукраинский референдум. И тут все логично и понятно, и весь народ проголосует против этих врагов Украины. Но все прекрасно понимают, что до этого вполне возможно может не дойти, потому что олигархи, понимая, что они будут на грани уничтожения как класс, они просто соберутся и сговорятся о контрмерах в отношении этого закона. Так, в Украине есть олигархи. Так, они впливают на политику. И так, этого больше не будет. Контрмеры олигархии будут заключаться в том, что они просто-напросто сговорятся о повышении цен на все, что они контролируют. На электроэнергию, на воду, на газ, на продукты, ну и т.д. и т.п. Таким образом, они будут словно говорить Зеленскому, что мальчик, перестань вот этот закон проталкивать, и тогда мы закончим те пикеты, которые сейчас идут по всей стране, и мы перестанем повышать цены на все в Украине. Это наша корова, и мы ее даем, понял? Чем бы это противостояние не закончилось, уже само намерение Зеленского прибить на конец концов за 30 лет существования Украины олигархию, это намерение достойно уважения. Другая позиция. Я пропоную всем чиновникам, если принять этот закон, всем народным депутатам, министрам и всем, кто вызначен этим законам, проходите полиграф. Ага, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает всех чиновников проходить полиграф. Интересно, а сам что, Володь, пройдешь, нет? Нет. На доброчесность. Это будет абсолютно нормально. Нет, я не буду проводить. Вы же министр юстиции, вы можете вызначить, кто будет проводить, но так, чтобы вы прошли публично всю историю Ценнадька и всем, кто вызначен этим законам. Проходите полиграф. Нет, я не буду проводить. Слушайте, ну, действительно, у Гройсмана классная позиция. Всем проходить, а Володя Гройсман не проходит. Хотя я бы на месте Гройсмана тоже бы не проходил полиграф, если бы наделал то в стране, что при своем правлении сделал Гройсман. Я готовый пройти полиграф после всей вашей фракции. Да, вы пройдете свою фракцию, и я приду завтра после вас. А, ну, ясно. Владимир Гройсман пройдет полиграф, когда полиграф пройдет вся фракция слуги народа. То есть, я вам расшифровываю, никогда Гройсман не пройдет полиграф. Но я хочу, чтобы вы сейчас обратили пристальное внимание за всеми блогерами, за медийными личностями, за политиками, за бывшими политиками и прочими, кто пытается в той и иной роде критиковать закон олигархии. И помните, что эти люди как-то связаны с олигархами, что они как-то с ними взаимодействуют. Вот, к примеру, давайте обратим внимание на Дмитрия Гордона, который раскритиковал Дениса Малюску, который является одним из главных инициаторов уничтожения олигархии в Украине как класса. Вот Дима Гордон первый вскрылся. У него, видите ли, человек, который пытается уничтожить главное зло на территории Украины, который грабит украинский народ. Это инквизитор. Вскрылся Дима. Я думаю, что скоро вы будете устраивать тройки, которые просто будут расстреливать людей по подозрению, что они олигархи. Этим может закончиться. Вы опасный человек. Я послушал вас и это понял. Ваши зауважения цинны. Вы много роков працюете с олигархами, чи на них, чи під ними. Знаете, винить проходимцев Гордона то в том, что он пытается отмазывать олигархов, я даже, друзья мои, честно говоря, не буду. Не буду вот этого делать, потому что, ну, Дима Гордон – это известный персонаж, который всегда работает на сильного. И сейчас поговаривают злые языки, что он вполне себе очень плотно работает с Ренатом Леонидовичем Ахметовым, выступает регулярно на его каналах и готов озвучивать те месседжи, которые будут ему писать редакторы всем известного олигарха. С чего начинается успех? Ну, знаете, вот Диме Гордону мало денег, и он решил, вы будете смеяться, создать Академию Дмитрия Гордона, где Димочка будет обучать успеху. И вот тут меня серьезно, так сказать, торгнуло. Какие качества нужны для успеха? Дим, я знаю, я знаю, у меня досрочный ответ. Может быть, в самом начале своей карьеры нужно пиарить всем известные пирамидки Юшинсе? ...на страданиях человека. Умирал очень близкий мне человек, и когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида Юшинсе, я не поверил, но ухватился как за соломинку. Я выписал для себя целый ряд качеств, которые, на мой взгляд, неминуемо должны привести каждого из вас к успеху. Дим, я знаю, что это за качество. Во-первых, нужно делать различного рода комплементарные, безвкусные интервью. И второе, что самое важное, нужно своей газетенке пиарить различного рода шарлатанов. Вот это делайте, и вы точно станете таким же успешным человеком, как Дмитрий Ильич Гордон. Пока! Я дураков найду всегда, не стало меньше их с годами, до самой скорой встречи с вами, до скорой встречи, господа! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова